Здравствуйте, меня зовут Марк Ленка Нарубаев, я профессор Московского университета, и в своих подкастах я рассказываю о том, как лучше воспринимать мир, что делать со своим сознанием, чтобы сознание было ясным, прозрачным, и чтобы оно способствовало максимальному развитию вашей эрудиции. Сегодня я хочу поговорить о книге, но немножечко в особом ключе. Друзья, книга — это прекрасный объект человеческого восприятия и созданный человеческим трудом и интеллектом продукт. Одно из главных его качеств является то, что из книги нельзя выйти в интернет. Удивительно, правда? Из книги нельзя выйти в интернет. Это значит, что если вы читаете книгу и натыкаетесь на какое-то слово, имя, событие, факт, вы не можете тут же проверить, нажав на него кнопочкой какой-нибудь на экране. Вы не сможете, там, pinch out, что называется, да, или pinch in, расширить какой-то контекст, разглядеть какое-то или иное слово. Вам приходится использовать один и тот же формат, одно и то же разрешение. И если вам хочется проверить какое-то слово, вам нужно подойти к книжной полке или, так сказать, вообще уйти из этого пространства и начать проверять данные в совершенно других местах. Почему это хорошо? Раньше считалось, что вот доступ, неограниченный доступ к информации — это хорошо. Но я могу сказать, что это не очень хорошо, потому что есть особое состояние мозга. Но давайте назовем его каким-нибудь словом, которое вам совершенно незнакомо. Давайте я назову его словом «хузур». Некое слово «хузур», которое будет означать в моей терминологии особый характер восприятия реальности в процессе чтения книги. То есть вы читаете и постепенно погружаетесь в контекст настолько, что через какое-то время начинаете полностью там жить. Вы живете там настолько глубоко и основательно, что окружающий мир вас больше не волнует. Однако герои, которые описаны в книгах, которые там живут и разговаривают друг с другом, обретают для вас плоть и кровь, и вы даже чувствуете запахи, видите цвета их глаз, чувствуете интонации разнообразные. То есть все это живет в вашем восприятии как цельная, настоящая жизнь. Окружающий мир теряет для вас всякие краски. Вот ведь любопытное состояние. Состояние, когда ты вдруг, находясь здесь, физически ощущая под собой стул, стол и тот свет, который падает на роговицу твоих глаз, вдруг перестает для тебя быть значимым, а значимым становится только то, что находится где-то за этой страницей, которую сейчас читаешь. Назову это состояние, как я сказал уже, «хузур». Как оно возникает? Оно возникает следующим образом. Наш мозг полностью воспринимает окружающую действительность во всей полноте, во всех нюансах. И даже если в процессе разговора мимо вас пролетает птица, или раздается какой-то хлопок, или вспышка, или у вас по руке проползает муравей, вы немедленно встраиваете вот эти вот мелкие какие-то события, явления, происходящие вокруг вас, в ваше текущее восприятие. Вы не можете ничего с этим поделать. Все эти микроявления, которые происходят вокруг вас, тоже встраиваются в текущее восприятие, в текущую жизнь, которую вы видите в своей голове, в своей внутренней речи, когда вы читаете книгу, например, или смотрите фильм даже, или с кем-то общаетесь. Так вот, я хочу сказать, что для нормального восприятия мира и для того, чтобы у вас сложилась вот эта живая картинка в результате общения, в результате чтения, вам нужно ставить рамки, ограничивать пространство таким образом, чтобы новая информация, новые данные не заходили сюда. Тогда эти данные, которые оказались внутри вашей рамки, у греков есть слово эпохе, эпохе это значит граница рамки, не случайно есть русское слово эпоха. Эпоха происходит от греческого эпохе, который означает рамку, то есть за пределами этой рамки уже что-то другое. Так вот, в рамках этого самого, вот в этих самых рамках эпохи, явления, факты, события, слова начинают постепенно, через некоторое время выстраиваться в определенную иерархию. И когда эта иерархия выстроена, какие-то события возникают у вас в голове как значимые, обладающие наибольшей выпуклостью, выпуклостью, наибольшим весом, и эти события начинают притягивать к себе все остальное. Они как магнит находятся в центре вашего восприятия, и все выстраивается вокруг них, и жизнь таким образом приобретает определенную перспективу. Перспектива неимоверно важна. Нет перспективы, нет ощущения трехмерности пространства, нет ощущения того, что что-то находится дальше или ближе. И вот эта вот перспектива возникает только тогда, когда действительно есть рамка, когда действительно есть вот эта вот самая эпохи. Но знаете, что интересно? Когда вы берете мобильный телефон, смартфон или сидите за компьютером, вам никогда не удается эту рамку построить. Потому что вам всегда хочется приоткрыть окно, открыть дверь, еще куда-то выйти и запустить к себе в пространство свое информационное еще что-то. Но как только появился новый объект, моментально вся трехмерная картинка, живая картинка, рушится, потому что ваш мозг начинает заново перестраивать трехмерное пространство, перестраивать жизнь в своей голове. Ну, приведу какое-то сравнение, какую-то метафору, дам вам для того, чтобы лучше понять, как это живет и работает. Мы, например, ставим на плиту кастрюлю и хотим сварить суп, но разрешаем себе как бы дать маленький кранчик с водой, который всегда будет подтекать в кастрюлю, а из другой части кастрюли из особой дырки эта вода будет вытекать все время. И у вас есть желание сварить бульон или сварить суп в этой самой кастрюле, где с одной стороны вода заливается, а с другой стороны вода выливается. Вы можете кладь всякие разные приборы, предметы рядом с собой, пытаясь этот процесс усовершенствовать. Вы можете подкладывать в суп разные специи, вы можете солить, перчить, чтобы улучшить качество бульона. Но поскольку этот процесс, когда с одной стороны заливается, с другой стороны выливается, не позволит бульону созреть. Вот такой же бульон есть в вашей голове. Когда вы читаете книгу, бульон не возникает, если двери открыты, окна открыты, и ваше сознание все время куда-то бродит. Наш мозг неторопливо, подчеркиваю, выстраивает вот эту вот самую иерархию, где объекты должны обрести свой правильный вес в этих рамках. Если этого не возникает, то картины жизни не возникает, и вы становитесь просто, ну, каким-то не очень совершенным компьютером, который воспринимает просто информацию, не жизнь, а просто информацию. Но в конечном счете нас интересует только жизнь, правда же? Нас не интересуют какие-то отдельные взятые факты, которые никак не соотносятся с вашим пространством существования. Знаете, что любопытно? Вот это вот состояние хузур крайне важно для того, чтобы вы могли в театре, например, воспринимать игру актеров. И актеры не случайно перед началом представления предупреждают своих зрителей зал о том, чтобы они выключили мобильные телефоны. Не потому, что это вежливо или невежливо, а причина совершенно в другом. Если актер погружается в игру, он перевоплощается, он становится другим персонажем, предположим, он играет персонажа какого-нибудь там 18 века или 17 века, и в этот момент раздается звонок мобильного телефона, у него мозг вздрагивает, просто вздрагивает физически. Он не в состоянии понять, почему в 18 веке звонит мобильный телефон, и моментально вся картина рушится. То есть этот человек выходит из этого состояния погруженности, поглощенности этим контекстом. И если человек ни разу в жизни не ощущал этого, то ему нужно действительно выключить все электронные приборы вокруг, остаться наедине с книгой, из которой нельзя выйти в интернет, и увидеть, каким образом мозг вот это вот самое трехмерное пространство выстраивает. Сегодня я хочу рассказать вам об одном, в качестве примера, об одном произведении, в котором вот это вот самое глубокое видение позволяет увидеть какие-то тонкости, которые на поверхности не видны. Некоторое время назад мне порекомендовали книгу Нобелевского лауреата, в прошлом году по литературе, Нобелевского лауреата по литературе, Котцова и Шигура. Книга называется «Остаток дня. The remains of the day». И в этой книге дворецкий Стивенс, который всю жизнь проработал у английского аристократа в его поместье, вдруг сталкивается с необходимостью заново начинать воспринимать мир. Дело в том, что его предыдущий хозяин, хозяин этого поместья, лорд Дарлингтон, умер, и на его место приехал американец. И дворецкий, который всю жизнь служил англичанину, английскому аристократу, никак не может понять, как же ему дальше себя вести. Ведь он же был английским дворецким, пытаясь соблюдать английские традиции, и теперь появился другой человек с другой картиной мира, с другим восприятием, и для него это настоящая проблема, настоящая трагедия. И вот он садится в автомобиль, который дал ему любезно, предоставил его новый его хозяин, господин Фардей, и он едет на этом автомобиле по Англии, размышляя о сущности дворецкого. Ну, казалось бы, дворецкий, казалось бы, английское поместье, лорд Дарлингтон, все окружение, вся среда говорит о том, что это Англия, и что перед нами настоящий английский дворецкий. Но когда я читал эту книгу, у меня возникло ощущение в какой-то момент времени, что это не дворецкий. То есть в книге было написано, что да, дворецкий, у него английское имя, все происходило в Англии, но что-то внутри меня противилось этому. Я пытался разобраться в этом вопросе, пытался понять, почему это происходит, и понял в какой-то момент времени, что был один факт в жизни этого самого дворецкого, или псевдо-дворецкого, который заставил меня усомниться в том, что он действительно настоящий англичанин, настоящий дворецкий. Он говорил прямым текстом в книге о том, что он не понимает юмор. И ему нужно очень сильно постараться для того, чтобы понять, уловить особый характер юмора его нового хозяина, господина Фарадея. Я подумал, как так? Дворецкий англичанин не понимает юмора? Это невозможно, потому что он англичанин. Англичанин с очень тонким чувством иронии, самоиронии, юмора. Это человек, начисто лишенный в этой книге самоиронии. Ну просто совершенно. Слишком серьезно воспринимающий мир. Я говорю, ну не может быть, это человек англичанином. И я стал проверять. И когда я стал проверять, я обнаружил одно интервью писателя книги Котцова и Шигура, где он рассказывает о том, как он эту книгу писал. И корреспондент журнала Paris Review, она спрашивает его, а где вы взяли свой образ дворецкого? Вы, наверное, читали Пиджи Бутхаус, вы, может быть, читали особые книжки, рассказывающие о том, как дворецкий должен себя вести, как он должен устраивать свою жизнь. И обнаружилось, что никаких книг на эту тему Ишигура не читал, а свой образ дворецкого он взял полностью, целиком и полностью в Японии. Удивительно, в Японии нет никаких дворецких. Но Ишигура признается, что он взял образ дворецкого в Японии. Я стал думать, для какого же типа персонажа японского вот эти понятия, которые описываются в этой книге, чести, достоинства, служения, такой самоотверженности, поглощенности, идеи служения, достоинства, где же все это есть в японской культуре? Я нашел, конечно, это кодекс Бусидо, это самурай. Ну, разумеется, это самурай. И когда я стал перечитывать различные эпизоды в этой книге, я обнаружил, что действительно передо мной не столько дворецкий, сколько самурай. Человек, который самоотверженно служит аристократу, своему хозяину, при этом сам являясь обедневшим аристократом. Таковы были самураи. Самураи — это кто такие самураи? Самураи — это обедневшие аристократы, которые служили другим аристократам. Поэтому их не нужно было особо обучать этому мастерству и искусству, потому что они и так прекрасно все знали по своему происхождению и по своему воспитанию еще в детстве. Так вот, такого рода вещи, такого рода тонкие наблюдения возможны только тогда, когда ты находишься в состоянии погруженности в этот контекст. Ты в этом контексте живешь, понимаешь, как соотносятся между собой разные явления, у тебя возникает ощущение перспективы, что важно, что менее важно. И что очень-очень существенно в этом процессе — это то, что ты не ходишь беспрестанно в интернет проверять что-то. Твой мозг выработает здесь как интернет. То есть твой мозг начинает из памяти, из глубин памяти, из каких-то пыльных задворков вытаскивать какие-то факты, события, данные, которые помогают тебе лучше воспринимать данный контекст. Когда мы включаем интернет во время чтения книги или во время чтения книги на электронных устройствах, у нас нет возможности отключиться от потока информации, который входит в нашу голову, в наше восприятие. И тем самым вот этот вот бульон у нас никогда не возникает. Все время ощущение, что он какой-то недоваренный. Нет ощущения, что ты переключился из одного состояния в другое состояние. Вот это ощущение жизни в процессе чтения книг, в процессе восприятия любой речевой информации, вербальной информации, делает тебя совершенно другим человеком, очень внимательным, человеком, который очень грамотно распоряжается своей памятью и может видеть то, что многим уже недоступно. Потому что именно в таком закрытом пространстве, пространстве, где есть границы, где элементы выстроены в такую иерархию, ты вдруг начинаешь замечать какие-то мелкие события, явления, факты, маленькие деталечки, которые до сих пор тебе казались малозначимыми, а тут вдруг обрели какую-то ценность, вес внутри этого контекста. И ты понимаешь, что без них это существование твоей жизни там невозможно. Знаете, был один немецкий философ, который занимался феноменологией. Его звали Хайдегер. И он описывает сущность вот этого феномена восприятия мира на основании одного примера. Чудеснейший пример. Я считаю, что он достоин того, чтобы много раз о нем подумать. Старик на кладбище стоит у могилы женщины, которая когда-то была его женой, и с грустью смотрит на высохшую розу, которая лежит на могиле. И когда он глядит на розу, в этот момент он вспоминает всю свою жизнь. Когда-то, очень-очень давно, много лет назад, он любил молодую девушку. И в один день решил подарить ей цветы. Он поехал за город. Он зашел в розовый сад. Стоял прекрасный солнечный весенний день. Легкий ветерок отдувал его лицо, ему было очень приятно. И он зашел в сад, взял ножницы, срезал розы. Шип на розе и уколол его палец. Он слезал капельку крови, которая там появилась. Потом он взял эти розы и побежал к своей девушке. Вошел в ее комнату. Она была такая совершенно фантастически красивая. Волосы колыхались на ветру. Занавеска колыхалась на том же ветру. Все было так светло и радостно. И он подарил ей эти розы. Потом они жили вместе долго. А девушка поставила эти розы в вазу. И они так красиво высохли. Она срезала сосовшие головки и красиво поставила их у себя на столе. Потом они прожили долгую жизнь. И когда девушка, ну уже не девушка, уже старушка, к тому моменту умерла, ее муж положил эти высохшие розы на ее могилу. Так вот, когда он подошел к этой могиле и взглянул на эти розы, вся картина целиком, с того момента, когда он оказался в этом розовом саду и срезал эти розы, и до их последнего дня всплыла в его голове. Целиком. Понимаете? Целиком. В одно мгновение. Это возможно только тогда. Вот этот самый феномен восприятия. Феномен восприятия вот этой самой розы. Этот феномен возможен только тогда, когда ты живешь не в постоянно меняющемся пространстве, обновляющем информацию, но где одни и те же явления, одни и те же события каждый раз переизмеряются тобой, для того, чтобы в твоей иерархии возникла перспектива. Есть перспектива, есть ощущение жизни. Нет перспективы, нет ощущения жизни. К чему я призываю в этом своем подкасте? Очень простой совет. Попробуйте читать книгу, именно бумажную книгу, для того, чтобы понять, что такое восприятие мира без выхода в интернет. Попробуйте посмотреть, какие картинки родит ваш мозг в тот момент, когда вы эту книгу будете читать. У вас будет очень большое желание выйти в интернет, проверить то или иное слово, проверить тот или иной факт, имя или события. Не делайте этого. Вы, когда будете читать, где-нибудь там на сотой странице или, может быть, на 150-й странице, вы обратите внимание на то, что ваш мозг вдруг начинает вытаскивать из своей памяти совершенно неожиданные вещи, о которых вы в данный момент и не думали. Вы понятия не имеете, откуда они возникли в вашей голове прямо сейчас. Дело в том, что мозг просто перестал воспринимать какую-то побочную информацию и занялся перестройкой той информации, которая уже у него в голове есть. Я желаю вам успеха в этом событии, в этом явлении, в этом опыте. Я желаю вам успеха в этом опыте и надеюсь, он вам понравится, этот опыт ограничения своего информационного пространства рамками одной книги, одного произведения, одной ситки, так сказать. Вы когда садитесь, вы читаете книгу от начала до конца и тем самым получаете огромное удовольствие от того опыта восприятия жизни, может быть, неожиданного для вас, которого вы никогда не испытывали ранее, но, тем не менее, дающего вам совершенно уникальное, необычное восприятие мира, которое сделает вас умнее, внимательнее, и вы почувствуете, наконец, мощь того замечательного прибора, который находится в вашей черепной коробке. Я желаю вам успеха. С вами был Марк Ленка Нарубаев, профессор Московского университета, со своим подкастом, подкастом университетского ментора. Подписывайтесь на мой канал, здесь, внизу, и получайте новые подкасты, задавайте вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok